Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И рад приветствовать в нашей студии Дмитрия Павловича Семенцова, главного врача Люберецкой областной больницы. Здравствуйте, Дмитрий Павлович. Здравствуйте, Николай. Знаете, до начала эфира было приятно увидеть, что у главного врача, как вы понимаете, у него забот много, радостные все-таки глаза. Правильно ли я понимаю, что ситуация все-таки полегчала? Нельзя сказать, что на 100%, но немножко стало легче. Да, безусловно. В течение последних недель наблюдается устойчивая тенденция по снижению количества госпитализаций в инфекционной стационаре и также устойчивая тенденция по снижению так называемых инфекционных вызовов неотложной медицинской помощи, которая осуществляется нашими специалистами Люберецкой областной больницы. Ну и, наверное, накладывается еще на это все, безусловно, сумасшедший опыт, который наработан за вот этот вот 2020 год. И вот тут возникает сразу же вопрос, прежде чем мы конкретно уже поговорим о том, что сейчас у нас проходит, в том числе и в Люберецкой областной больнице. Многие, когда встречали новый 2021 год, говорили, вот скорее бы уже с этим 2020 расстаться, не хотим его помнить, не хотим его знать. Но некоторые скептики говорят, что подождите, 2021 год тоже будет сложным, не только, скажем, в плане экономическом, восстановлении и так далее, но и в медицинском тоже. Насколько сегодня медицина, получив вот этот сумасшедший опыт, готова к новым вызовам? Потому что если мы... Я даже не говорю сейчас о материалах, которые в интернете непонятно кто пишет, но довольно известные ученые предполагают разное развитие событий. То есть раз мы один раз столкнулись с такой проблемой, никто не гарантирует, что что-то другое не появится. То есть я к чему веду? Можно сказать, что для вас, как для профессионала, 2020 год стал таким хорошим, очень и важным уроком с точки зрения новых медицинских возможностей? Да, так сказать можно. В 2020 году была, как вы помните, первая волна коронавируса. Первая волна вызвала перепрофилирование коек, инфекционных стационаров в инфекционной койке. В Люберцах это была Красковская больница, которую мы перепрофилировали. Весной прошлого года было развернуто 369 инфекционных коек, так называемых тяжелых, то есть коек с подведением кислорода, и 60 коек легких, то есть без кислорода, для выздоравливающих. Вот, естественно, мы получили серьезный опыт по лечению инфекционных больных, и результаты лечения у нас по сравнению с началом эпидемии стали лучше. Хотя опыт этот приобретался не только в нашем учреждении, мы вообще все, как медики, учились, потому что мы впервые столкнулись… Есть мир фактически медицинский, да? Совершенно верно. Мы впервые столкнулись с коронавирусом, менялись в определенной степени схемы лечения, менялись препараты рекомендованные, выходили рекомендации по лечению, по мере приобретения опыта. Затем мы столкнулись с второй волной коронавируса. Могу сказать, что мы уже были, так сказать, во всеоружии, у нас уже было достаточно и медицинского оборудования, и кадров, которые получили опыт, неоценимый опыт в первую волну. И хотя вторая волна по количеству заболевших превышала первую, но я считаю, что мы ее встретили во всеоружии, у нас уже было развернуто, помимо Красковской больницы, инфекционный стационар на базе ФОК Люберецкий, где было дополнительно 204 койки, они функционируют и сейчас. Поэтому я могу сказать, что результаты лечения наших пациентов во вторую волну, они, безусловно, были более высокими. Еще один вопрос. Прежде чем мы перейдем, наверное, к самому главному на сегодняшний вопросу, не могу вам его не задать как медику по поводу вакцинации, так что готовьтесь. А пока вопрос такой. Ну и, опять же, не хочу говорить слухи, я просто читаю, знакомлюсь с какой-то прессой, некоторые специалисты, в том числе и медики, ну так уклончиво, но предполагают, что весной может быть еще какой-то не очень большой, но всплеск заболеваемости. Насколько сегодня готов коечный фонд и готова ли медицина в городском округе Люберца на вот этот возможный вызов, очередной вызов от коронавируса? На самом пике второй волны коронавируса, мы, когда количество госпитализаций в сутки в Люберцах только превышало 100 в инфекционные стационары, причем я могу сказать, что госпитализация осуществлялась по строгим показаниям, не любой, так сказать, заболевший, далеко не любой заболевший госпитализировался, а это в первую очередь были больные, которые не могли компенсировать свое состояние в домашних условиях без кислородотерапии. Это было как бы первое показание, еще ряд показаний. Так вот, таких госпитализаций было более 100, сейчас мы госпитализируем ежесуточно не больше 40 человек. 40 человек? Да, 40 человек. То есть вы видите, что снижение достаточно значимое. Так вот, на волне, на пике второй волны нам хватало коечного фонда двух стационаров, которые, так сказать, один 369 коек, другой 204. Мы справлялись, жестко оценивая и контролируя показания для госпитализации. Поэтому сейчас обстановка в значительной степени проще в плане заболеваемости, но я могу сказать, что даже имея какие-то опасения, положим, на третью волну, мы готовы к ее встрече. Хорошо. Понимаю, что не совсем вопрос в вашу сторону, но все равно финансовую. Мы смотрим всевозможные программы, где показывается оборудование, мы видим, как выглядят сегодня вот эти вот красные зоны, мы видим эти кровати, которые разворачиваются по всей стране, да, новые. И есть ощущение, что какое-то несметное количество денег на это уходит. Вопрос к вам не как, естественно, к финансисту. Действительно, вы получили какую-то дополнительную помощь сейчас не как работники медицины, а именно с точки зрения оборудования, лекарств. Всем ли сегодня оборудована, в том числе, Люберецкая областная больница, для вот такого серьезного вызова, опять же? Получили оборудование более чем серьезное и более чем на серьезную сумму. Я могу сказать, что и Красковская больница, и Фок-Люберецкий, вернее, инфекционный стационар на базе Фок-Люберецкого, полностью оснащены новым, самым современным медицинским оборудованием. Ну, чтобы было понятно, какого уровня это оборудование, я могу сказать, что только на него из бюджета Московской области было потрачено более 350 миллионов рублей. Это только на оборудование, которое получила Люберецкая больница. Только на инфекционные стационары. Помимо этого, по программе здравоохранения Подмосковья оснащались и нековидные наши стационары, и поликлинические отделения. Не включая ремонтных работ, которые проводились в Красково, только на медоборудование, вот на эту, так сказать, очень серьезную сумму. А если говорить, сумма, потраченная на капитальный ремонт Красковской больницы, то там потрачено было более 500 миллионов рублей. Да, сумма приличная, не могу не спросить, потому что, опять же, пресса, интернет, всевозможные, как вот врач, опять же, главный врач, все медицинские работники, которые по закону, исходя из президентских поручений, указов, исходя из того, что правительство принимало, с точки зрения материальной помощи, все медики в городском округе Люберцы, ну, в том числе в вашей больнице, все все получили? Или есть еще какая-то задолженность перед ними? Нет, задолженности никакой нет. В самом начале, когда мы только начинали получать дополнительные выплаты, была некоторая, ну, трудность, что ли, да, в табелировании, в своевременном табелировании работников. Ну, мы быстро, так сказать, освоили эту методику. Все медики, которые имеют отношение к расчету, да, по выплатам, как старшие и сестры отделения, которые табелируют работников, так и экономический блок, который ведет окончательный расчет, получили необходимые инструкции. Вот, и с тех пор никакой задолженности, да, перед нашими работниками в плане ковидных выплат нет. Подчеркну, что не было никаких задержек с переводом данных средств от, так сказать, Минздрава на больницу. Было быстро, своевременно. И мы же наращивали численность, да, медицинских работников. Положим, когда мы открыли ФОК, то работало в нем, положим, там, 150 человек. Сейчас работает 214, да, то есть увеличилось количество. И пропорциональное увеличение количества мы получали увеличение финансирования на ковидные выплаты. Еще такой вопрос. Не переживайте, вакцина будет во второй части. Специально посвятим целый блок. Будем петь ей песню, что называется. Буду говорить, увеличилось. Если вот вся пандемия, вот решили мы проблему, все, выздоровели, есть такое ощущение, что, наверное, будут потом опять сокращать медицинских работников? Или пока не будут? К чему я веду? Мы знаем, что слово медицинская реформа уже много-много десятилетий существует с советских времен. Такое ощущение, что одна реформа сменяет другую. А на сегодняшний день жители городского округа Люберцы могут не опасаться, что будет какая-то нехватка медицинских работников вообще как таковых. Потому что мы понимаем, что был период, когда и сестры не хотели идти на эти маленькие зарплаты, и, собственно говоря, и врачи искали что-то получше. Вот есть ощущение, что ситуация немножко улучшится? Или эти выплаты закончатся, и на этом все закончится? Нет, ощущение, конечно, положительных сдвигов в этом плане есть. И ощущается и изменение отношения общества в целом к медицинским работникам, в чем мы, безусловно, давно нуждались. Потому что когда в средствах массовой информации значительную часть занимал какой-то негативный материал в отношении медицинских подчас и оправданный, но, тем не менее, вот этот перекос имел место быть. Сейчас он отсутствует, этот перекос. Наоборот, и средства массовой информации, и люди в обычной жизни отдают должное труду медицинских работников. И это, безусловно, влияет и на ее престиж, что является очень важным компонентом к привлечению вообще в профессию людей достойных. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, ситуация с коронавирусом показала, что у нас нет никакого избытка медицинских работников, а есть их недостаток. Недостаток. Тем более, в этой обстановке требовалась квалификация, требовалось мужество, требовалось самоотверженность. Нервы. Нервы, совершенно верно. Потому что медики, они и заболевали практически первыми, потому что они первыми столкнулись с проблемой. И ведь заболевают медики не только в инфекционных стационарах, там они защитой в средствах индивидуальной защиты, а все равно там в поликлинических отделениях, где-то контактируют с родственниками, просто контактируют с людьми, конечно, медики имеют повышенный риск заражения. И вот несмотря на все вот эти риски, сложности и проблемы, я считаю, что мои коллеги достойно выдержали это испытание. И в дальнейшем очень надеюсь на то, что вот это отношение к медицинским работникам со стороны общества, оно сохранится. И я так понимаю, что, наверное, мы увидим всплеск в хорошем смысле слова поступающий. Ну, понятно, что поступить в медицинский, это я не знаю, что нужно как в космос иногда полететь. Но, тем не менее, не только на такие, скажем, прямо удобные медицинские профессии, хотя они все важны, но есть, скажем, те, которые более высокооплачиваемые. Но и то, что важно, да, младший медицинский персонал, о чем тоже говорят все органы власти, что нужно создать условия, чтобы люди шли на эту работу, чтобы они получали от нее удовольствие профессиональное, как ни говори, потому что человек, который умеет выполнять свою работу, он должен получать удовольствие, помогая другим. И, конечно же, достойную зарплату. Ждете ли вы притока новых специалистов, которые на волне вот этой любви к медикам сейчас пойдут и через там 5-4-5 лет вольются ваши ряды? Знаете, конкурсы в медицинские вузы, а я об этом знаю, потому что у меня сейчас средняя дочь на 5-м курсе Первого Московского медицинского института, они всегда были высокие. Да. Всегда были высокие. Другое дело, что выпускники медицинских вузов в значимой доле не шли в практическое здравоохранение, а шли в какие-то парамедицинские, коммерческие, там, подчас структуры. Там, где сразу денежки. Совершенно верно, да. Потому что в медицине надо долго отработать, чтобы получать такую, ну, достойную, так скажем, зарплату. Вот. Я думаю, что процент этих молодых людей, да, конечно, которые идут в практическую медицину, должен увеличиться. Вот это важно. Это важно. И с другой стороны, я могу сказать, это уже конкретно касаясь вот Люберецкой больницы, мы привлекали из других регионов специалистов на работу в ковиде. И очень много достойных, как докторов, так среднего и младшего медперсонала, очень много достойных представителей у нас работают. И мы надеемся, что часть их, да, увидев, как работает, так сказать, в Люберецкой больнице, положительные моменты, они останутся с нами и дальше, и в постковидный период. Вот на этой ноте мы сейчас сделаем паузу, а потом, как и обещал, да, поговорим о вакцине. Что, как, и надо или не надо, обо всем этом нам расскажет Дмитрий Семенцов, главный врач Люберецкой областной больницы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов. Дмитрий Павлович, вакцина. Во-первых, на сегодняшний день ходят слухи, что всех заставят делать вакцину прямо вот, и вроде бы даже уже заставляют, что на некоторые специальности люди пытаются устроить и требуют от них, значит, вакцинирования. А если человек отказывается, то, мол, его не берут под различными предлогами, хотя этого вроде бы нельзя делать. У нас добровольное вакцинирование? У нас добровольное вакцинирование. С другой стороны, человек должен понимать, что каждый несет определенную долю ответственности в плане безопасности окружающих его людей. И вакцинация – это непременный атрибут выработки популяционного иммунитета. То есть одна часть выработки иммунитета – это переболевшие люди, другая часть – это люди вакцинированные. Никакой другой, третьего варианта достигнуть популяционного иммунитета, а значит, стойкому противодействию новой волны вируса, не придумано. Поэтому вакцинироваться или нет, решает, конечно, каждый для себя. Но каждый человек должен понимать, что в любом случае болезнь протекает тяжелее, нежели чем… Даже если заболеет вакцинированный, это доказано, что он переболеет в легкой степени. А в подавляющем большинстве вакцинированные приобретают иммунитет и не болеют вообще. Ну, это все замечательно. Мы видим и понимаем прекрасно, и в Люберцах тоже это огромное количество мест, где можно сделать вакцину и бесплатно, что немаловажно, не каждая страна себе это может позволить. Но опять же у людей есть такой вопрос. Почему так быстро вакцина придумана? Во-вторых, почему два раза надо вакцинироваться? В-третьих, на подходе вторая и третья. А ничего, лучше будут, так может подождать тогда вторую или третью. То есть, вот, что бы вы на эти вопросы ответили? Ну, ответ на вопрос, почему так быстро? Да. Я в этом никаких противоречий не вижу. Зная нашу отечественную школу микробиологии, зная, насколько мы разрабатывали, да, еще в советских времен, какое количество вакцин, а в советское время практически все вакцины, как вы помните, да, были отечественного производства, соответственно, насколько мы имеем большое количество наработок в этом плане. Ведь мы в свое время вакцинировали не только свое население, да, в советское время, но и так называемые дружественные нам страны, которые выбрали социалистический путь развития. Да, все успевали. Совершенно верно. А это африканские страны, так сказать, с отсутствующим или малоразвитым здравоохранением на тот момент. А до этого у нас была, там, положим, Средняя Азия, которая была включена, так сказать, в состав, в единый состав Советского Союза, где тоже боролись с различными роды эпидемиями, в том числе и вакцинацией, и разработкой отечественных вакцин. Поэтому, имея эти наработки, для меня, например, никакого удивления, да, сроки разработки вакцин от COVID не вызывают. Хорошо. А вторая, третья, зачем тогда три вакцины, если уже есть одна? Понимаете, в чем дело? Несколько вакцин имеет смысл разрабатывать для того, во-первых, чтобы сравнить их эффективность, да, и выбрать наиболее эффективную с одной стороны, наиболее безопасную с другой стороны. Вот. Для этого их, когда выбор из нескольких вакцин, в этом плане всегда, так сказать, есть выбор. Ну, тогда, получается, это вроде как на нас тренировка? Нет. Вы знаете, вы знаете, ну, если говорить вообще о тренировке, то любой лекарственный препарат выходит на рынок после так называемых клинических исследований. Вот спутник ВИ, да, гамм-ковид-вак, такие исследования прошел. Он официально зарегистрированный препарат, он официально закончил все три фазы клинических исследований, да, поэтому он не только сейчас, так сказать, с полным основанием используется на отечественном рынке, но и, как вы знаете, да, он продается уже в ряд стран зарубежных. Все больше и больше, да. Совершенно верно, все больше и больше, потому что соотношение цена-качество и, главное, эффективность, да, у него одна из самых высоких среди известных в настоящий момент вакцин в мире. И ведь разработка вакцин, как наши, там, да, американские коллеги, там, да, которые, там, или англичане, которые тоже, так сказать, изобрели свои варианты вакцин, они ведь тоже начали работать, ну, не раньше нас. Ну, это понятно. Поэтому тут, да. Тут, опять же, я задаю вопрос вам, как врачу, глобальному врачу, за всех врачей сейчас отвечаете. Мы знаем, что, да, Pfizer есть, например, и постоянно, я читаю в новостях, там кто-то умер от вакцины Pfizer, там кто-то умер, а от нашей, что-то никто не умер. Что, это действительно так? Или, то есть, и мы так, как бы, говорим, вот их вакцина плохая, а наша хорошая? Ну, тут же. Причем, ну, на официальных сайтах, это не где-то там, на заборе написано. Вы знаете, да, но вот по Pfizer вакцине действительно было сообщение там, да, о таком... И не одно, по поводу летального исхода. Да, совершенно верно. Насколько я знаю, да, когда проводились исследования, да, то все эти случаи, безусловно, у нас оценивались, вот. Но говорить о каких-то случаях смерти людей, непосредственно связанных с вакцинацией, я такого не слышал, может быть, я не владею всей информацией, но я о том не слышал. Но, безусловно, как и любой лекарственный препарат, да, любой лекарственный препарат, я думаю, что не открою тайны, вакцина может иметь свои побочные эффекты. В первую очередь, кому она противопоказана? Людям с индивидуальной чувствительностью. Ну, это как и любой лекарственный препарат. Далее она не показана пациентам моложе 18 лет, да, несмотря на то, что дети, да, и молодые люди. Болеют, да, получше, но болеют, но болеют. Вот, противопоказано беременным и кормящим противопоказано. И 65 плюс тоже, да? Нет, 65 плюс, возрастных вверх ограничений нет, наоборот. Хорошо, вот, говорят, будет спутник Виктори Лайт, который будет одна, один укол, сейчас разрабатывается. Да? Вот говорят, что эта вакцина будет та самая, которая потом один раз укололся, и все хорошо. А вот вторая и третья, которые у нас идут, они по своим качествам не хуже спутника? Пока мы, у нас тут здесь спутник в Люберцах, правильно? Да, у нас спутник Ви, да, гамм-ковид-вак. Вот это основной, это вакцина, которая первая, да, была разработана, зарегистрирована, прошла клинические испытания, поэтому она сейчас используется, так сказать, достаточно широко. Эпивак-корона, у нас тоже небольшой, но опыт прививок есть, мы получили, в Люберецкой больнице получилось 100 доз, вот, привела им, так сказать, ну, желающих на тот момент. Там тоже 2-х, 2-х, 2-х? Приходил, не жаловался, да, верните вакцину обратно. Нет. В общем, резюме по поводу вакцины, потому что хочется еще поговорить про саму больницу. На сегодняшний день все-таки вы советуете особенно, ну, понятно, что те люди, которые идут и делают, они свой выбор сделали. Те люди, кто категорически против, как бы мы их ни уговаривали, наверное, какое-то время они делать не будут. Скорее всего, мы этот посыл, да, отправляем к тем людям, которые, вот, как 50 на 50, делать, не делать. Вы все-таки советуете делать. Я не все-таки советую делать, я советую делать однозначно, и скажу почему. Потому что вот за период, да, лечения больных с коронавирусом, к сожалению, пришлось столкнуться с достаточно большим количеством крайне неблагоприятных исходов. Очень много людей, несмотря на все наши усилия, скончались. Причем это не только люди пожилые и не только, к сожалению, коморбидные, но и молодые. Коморбидные – это с букетом хронических заболеваний, которые усугубляют прогноз пациентов с ковидом. Так вот, летальные исходы наблюдались не только среди этой группы пациентов, да, но и среди молодых, которые, как бы, считаются, что у них прогноз лучше, да, и без сопутствующих заболеваний. И не очень мы понимаем, почему у тех или иных людей ковид течет таким образом. Когда, несмотря на интенсивное лечение, на дорогостоящие препараты, которые мы вводим, положим, там, при цитокиновом шторме, да, болезнь развивается, прогрессирует, да, и мы ничего не можем сделать, и люди умирают. И очень многие, да, и тяжело болеющие, и просто тяжело переболевшие, а тем более родственники умерших, не раз говорили нашим докторам, что если бы мы знали, если бы мы на тот момент имели вакцину, да, мы бы, конечно, привились. И я хотел бы пожелать, чтобы вот люди тоже понимали, что есть возможность не доводить... Дело до финала. До финала или просто до инвалидизирующих состояний. Ну и последний вопрос. Работают ли сегодня больницы, обычные специалисты? Как человек может пройти обследование, прийти к хирургу, прийти, я не знаю, к терапевту, к другим специалистам? Как построена сегодня ваша работа? Сегодня наша работа построена таким образом, что в отличие от первой волны, во второй волну, несмотря на то, что она была такая более, ну, даже масштабная, масштабная и жесткая, нам удалось сохранить как первичный прием не только участковых терапевтов, но и узких специалистов, так и так называемые чистые стационары, то есть стационары, которые оказывают помощь больным без ковида, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хирургической патологией, травматологией и так далее. То есть у нас сейчас и первое стационарное отделение на Октябрьском проспекте 338, и второе стационарное отделение на Кирово 36 работают в своем обычном режиме, как на экстренную неинфекционную патологию, так и на плановое оказание медицинской помощи. То есть все можно, потому что некоторые до сих пор думают, что все закрыто, а оказывается все уже... Нет, вторую волну мы не закрывали ни одно отделение, вот, просто есть определенная специфика работы чистых стационаров во время ковида, то есть пациенты лежат в обсервации, им берутся анализы в обязательном порядке, чтобы не произошло заражение, да, внутри отделения, ни больных друг от друга, ни медперсонала. Но эта методика сейчас отработана, мы уже не один месяц с ней работаем, вот, поэтому нам удалось, так сказать, сохранить оказание медицинской помощи экстренной и плановой в ковидный период. Ну, просто я почему этот вопрос еще адресовал, потому что все-таки мы вступаем в такой поздне-зимний, ранний-весенний период, когда начинается обострение людей различных заболеваний, у кого-то это может пройти довольно остро, понадобится вызов скорой помощи, понадобится помощь врачей, то есть вы, в общем-то, готовы и к такому развитию событий, то, что касается городского округа, любят. Да, мы готовы и оказываем эту помощь, и продолжим ее оказывать. Ну и самый последний вопрос, короткий ответ, потому что он такой немножко фантастический. Ждать ли нам еще чего-нибудь эдакого, похуже ковида? Я бы не ждал чего-то похуже, с одной стороны, но с другой стороны был бы готов, совершенно верно. Был бы готов. По крайней мере, мы понимаем, что человечество как было, в общем-то, в какой-то степени слабым, и готовым не ко всему, по крайней мере, так оно и остается, в сравнении с какими-то прошлыми инфекциями. Мы будем надеяться, что то количество врачей, которые вы нам пообещали, что сохранили. И последнее, что я хочу сказать, вам, в вашем лице, огромное спасибо всем, кто фактически год круглосуточно работал, каждый на своем боевом посту. Мы, может быть, не всегда это говорим, не всегда это можно, так сказать, высказать. Вот, конечно, родные и близкие это всегда говорят, но это правда было очень... Это был медицинский год, это был год медика во всех смыслах этого слова. И спасибо за то, что, знаете, хотя были, конечно, кто избежал, что уж там, я не еду в глобальном, да, по всему миру, потому что кто-то не выдержал просто. Но в большинстве своем мы видим это из истории и тех, которые показывают, и те, которые мы лично знаем, да, что действительно вы выставили. Поэтому вам и всем вашим коллегам огромное спасибо от всех нас, не медиков. Спасибо. Вот, вас меньше, а нас больше, поэтому мы на вас очень рассчитываем. Дмитрий Павлович Семенцов, главный врач Люберецкой областной больницы, который всех призывает делать вакцину и надеется на то, что даже если с вами что-то произойдет не очень хорошее, кроме ковида, вас все равно встретят, вылетят, потому что все специалисты на месте, все работают. Правильно я говорю? Да, абсолютно верно. На этом все. Программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова